Друзья, мы все хотим верить в правосудие, равенство и справедливость. Однако, когда мы приходим в суд, мы часто разочаровываемся судебной коррупцией, которая сформирована властями России с целью манипулирования законом под видом правосудия. Мы не хотим приходить в суд как в казино. Повезет с правосудием или не повезет? А что ожидать нам дальше, остается только догадываться, если мы не выступим всем фронтом, народным фронтом, всем народом против этого правового беспредела. Друзья, мы столкнулись со случаем политических репрессий активистов оппозиционных партий. Глава района подает исковые требования к активистам за то, что они рассказывают обществу правду о фактах различных злоупотреблений главы района. Глава администрации Упинского района, Канюк, подал заявление о защите чести и достоинства к местному активисту Кондряковой Анне, и суд привлек ее к ответственности. Этот глава администрации заранее заявлял о своих покровителях депутатах Законодательного собрания Новосибирской области, которые решат с судьями. Удивительный спектакль происходит в суде, когда судья, мотивированный, возможно, по телефону заместителем председателя суда, удовлетворяет исковые требования главы района за фразы типа «глава района, главе района по боку, он строит себе шикарный особняк, многоуровневый, а на людей ему все равно». Нет оскорблений, нет клеветы, нет ничего, но есть наказание за обычную критику. Решение суда противоречит позиции Верховного суда, позиции Конституционного суда, позиции Европейского суда, решение суда соответствует только телефонной просьбе. В областном суде судебная коллегия нарушила требования процессуального закона о прении их сторон. Нарушил право на прения, на участие в прениях. Мы подали ходатайство на имя председателя Новосибирского областного суда о предоставлении видеозаписи и аудиозаписи судебного рассмотрения дела с целью зафиксировать нарушение процедуры рассмотрения дела и нарушение права на правосудие. Мы подали ходатайство на имя председателя Новосибирского областного суда о предоставлении видеозаписи и аудиозаписи судебного рассмотрения дела с целью зафиксировать нарушение процедуры рассмотрения дела и нарушение права на правосудие. Мы полагали, что на это ходатайство ответит тот руководитель, решава из областного суда, который договаривался с судьями о вынесении заказного решения. Ответил на это ходатайство заместитель председателя судья Дрой. Бастион права России в Новосибирской области разрушен. Мы против телеволносудия в Новосибирской области, поэтому мы заявляем Шатовкину и Дроне в отставку. Такая же деформация происходит, когда судья заплатили. Мы против такого судилища, поэтому мы говорим, головы такое судилища, Шатовкину и Дроне в отставку. Я ветеран труда, пенсионер. Вынужден ходить по судам, договариваюсь по исполнению законов, которые нещадно нарушаются у нас в отношении не только меня, но и стоящих здесь. Мы не случайно пришли на этот митинг, был еще униженный. В итоге мы вынуждены биться по судам, ходить защищая себя. Уже сожрала ноль коррупции. Друзья, мы все видим, что происходит в стране. Далеко ходить не нужно. Нужно просто открыть глаза и слушать, видеть, чувствовать то, что происходит. Мы все понимаем то, что, к сожалению, коррупция, она существует безнаказанно. И более того, позволяется власть, и власть уже и стимулируется. Но в настоящее время я еще раз хочу напомнить, что мы здесь собрались с тем, чтобы заставить, чтобы показать хоть какие-то сделать шаги, направленные на демократизацию нашего общества, на то, чтобы в судах у нас было правосудие. И мы говорим в отставку Дроня и Шатовкину. Уважаемые участники митинга, мы много раз видели, как заслуживали здесь, в Новосибирске, активистов, которые отстаивали права пенсионеров. Людей, которые показывали на конкретных примерах, где и сколько украдено. Так засудили пенсионера Успленьева, который доказал на деле, что разграбили имущество его сельсовета. Так засудили самого молодого депутата Новосибирской области, Кондрюкову Азлу. Так засудили секретаря КПРФ Убинского района, который в своей газете написал правду. Но посмотрите, уже год, как судят главу Доволинского района, который присвоил незаконно себе около 200 тысяч рублей. И целый год не могут ему вынести приговор. Это что? Да это позор. Сделали с выбором кандидата от «Единой России» единственного кандидата в Убинском районе. Сняли через суд, общественно заставило. Но идет предвыборная агитация за этого кандидата, так как они говорят, мы через своих людей уже все порешали и в области ее восстановят. Так как в «Единой России» все дороги открыты. Суды должны быть народные суды, чтобы они защищали права граждан действительно. Не так, как они сейчас выполняют и судьи областного, и других судов, Центрального, Заяцовского и других районов. Заказ администрации мэрии или администрации губернатора. Я тоже присоединяюсь к той петиции подписантов, организовать петицию, направить в ЗАГС собрание, отправить губернатору, направить, значит, и направить в Конституционный суд, значит, чтобы на всех уровнях знали, что уже невозможно дальше шагать с этим беспределом в городе. Вот, поэтому то же самое присоединяюсь к выступающим, что председатель областного суда Шатовкину и ее заместителя Дроня в отставку. Наказывают закон в России коррупционерам? Нет. Поэтому мы говорим «в отставку Шатовкину и Дроня». Мы тогда на этом митинг наш заканчиваем на сегодня. И напоминаю, друзья, у нас 6 числа, восторник, в 8 часов будет продолжение этого митинга, только уже рядом с областным судом, на пересечении Красного проспекта и улицы Писовева. Поэтому, друзья, а кто сможет, мы вас приглашаем в 8 часов утра туда, там мы продолжим это мероприятие. Всем успехов, друзья! Спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Здоровья! До свидания! Вам спасибо за охранность! Продолжение следует...